Здравствуйте, дорогие друзья! Канал Голос Истины приветствует вас и с вами Мусульман Ханской, который обещал немного, чуть-чуть, по-пратски поругаться с нашими мусульманскими братьями и еврейскими братьями. В первом части я поругался немного с нашими мусульманскими братьями, высказал свои отношения, все, что думаю об этом, о израильско-палестинском конфликте. И в второй части я хочу поругаться с нашими еврейскими братьями, которые некоторые из них, которые предъявляют какие-то претензии к Азербайджану, обиду и так далее. Это нормально, естественно, но нужно поговорить об этом. Имеют ли право они на это? Говоря о том, что вот Израиль помогал Азербайджану, был на стороне Азербайджанов на Горном Карабахском конфликте, а Азербайджан что-то не то делает, что-то не нравится нашим братьям. А что не нравится, непонятно. Хочу понять, поговорить об этом. Решил на это, потому что увидел в социальных сетях, где азербайджанцами ругаются мусульманские братья и некоторые, мало их, но несколько из них, и еврейские братья. И та страна, и эта страна требует что-то от Азербайджана. Предъявляют какие-то претензии. Одни говорят, вот вы поддерживаете евреев, другие говорят, вот вы поддерживаете палестинцев. И сегодня поговорим с нашими еврейскими братьями. Вот, например, смотришь, где-то на эту тему что-то написано по израильско-палестинскому конфликту. Какая-то заметка, какой-то статус, какой-то видеоролик. И под этими роликами, если скажу, что более 90-95% присутствующих там азербайджанцев поддерживают наших еврейских братьев, знак благодарности, то и есть несколько азербайджанцев, которые высказывают в поддержку палестинцев. И из всего этого наши некоторые еврейские братья почему-то берут вот это, несколько азербайджанцев и начинают предъявлять. Как так, мы были за вас, а вы там за палестинцев, предатели, что-то такое. И особая претензия к официальной ПАКО, то есть официальная позиция Азербайджана, к этому основная претензия наших еврейских братьев. Во-первых, хочу сказать по поводу вот этих наших азербайджанских братьев, без иронии, которые выступают за палестинцев. И, допустим, из 100 азербайджанцев, там 5, 10, 20 пусть будет, даже пусть будет 30 за палестинцев что-то. И судя по ним, когда наш какой-то еврейский брат выступает и говорит, что как так, мы же вас поддерживали. Например, один, Гаевзак, по-моему, в фейсбуке, ставил такой статус, что азербайджанцы, вот когда генджил, армяне бомбили, Бордо, там умирали. Мирные жители точно так же вот сейчас бомбят израильские города, такие же сепаратисты, как вы так могли. То есть в общую, в общую пишут почему-то. Судя по нескольким азербайджанцам, а мнение основных азербайджанцев, которые присутствуют в этой теме, вообще не имеется в виду. Если помните вот эти дни, 44-дневная война в Азербайджане, каждый день почти что азербайджанцы благодарили тех, которые их поддерживали морально. В том числе наших еврейских братьев, больше всех, конечно, Турция, Пакистан, Израиль. Устах у азербайджанцев был. Устах, флаги везде. Знак благодарности. Азербайджанцы благодарили еврейский народ. Каждый день, не обращая внимания на тех евреев, вот тут будь ли внимательнее, не обращая внимания на тех евреев, которые не только во время 44-дневной войны, но десятилетиями, не только в российских телеканалах, и в других странах, десятилетиями ведут антиазербайджанскую пропаганду. Обсирают азербайджанцы и азербайджанский народ с головы до ноги. Понимаете? И сегодня они это делают. Десятилетиями, в пример, берите российские телеканалы, всякие Соловьевы, Жириновские, кого там только нету. То есть, как только речь идет об Азербайджане, там армяне и евреи. И против Азербайджана. Мы по ним, что ли, судили? Что они, дорогие наши еврейские братья, что представители вашего народа творили во время 44-дневной войны против Азербайджана? Разве мы на них обращали внимание? Мы вам что-то предъявляли? Какое вы имеете моральное право сейчас что-то по нескольким азербайджанцев? Что-то предъявлять и быть недовольным. Это же несправедливо. Это неправильно. Это не объективно. За все эти годы, если взять только одного еврея, например, Соловьева, сделают против Азербайджана десятки раз больше говна, чем все азербайджанцы, которые поддерживают палестинцев. Только один еврей нанес сотни раз больше вреда имиджу Азербайджану, азербайджанскому народу понес больше вреда, чем все азербайджанцы, вместо взятий, которые поддерживают палестинцев. Или это не так? Мы это вам предъявляли. Мы так истерили. Мы там писали что-то, записывали ролик, что ли, против вас. А самое-то главное, прикалывались? С ироной и сарказмом что-то писали? Нет, говорю я, я отвечаю за эти слова. Мы, наоборот, и до войны, и во время войны, и после войны все время благодарим и благодарили вас, еврейского народа, в целом. Хотя, почему в целом-то? Я же еще раз хочу сказать. В основном играют роль те евреи, которые жили и живут в Азербайджане, которые родились, их предки, родители родились, и это их родина, и это обязанность их, как человек нормальный, поддерживать свою страну, свою родину, где бы он ни находился, чего и наши еврейские братья делали и делают. Но мы всю их эту заслугу, уважение к Азербайджану, азербайджанскому народу, переносили и переносим на весь еврейский народ и на Израиль. Хотя, разве нас поддерживает весь еврейский народ? Нет, я вам скажу. Или Израиль нас поддерживает на том уровне, на котором мы это преподносим? Нет. В Израиле есть СМИ, телеканалы, которые пропагандируют армянские интересы, и это факт. Долгие годы. Я не говорю, что в других странах евреев. До этого я говорил о них. Или во время 44-дневной войны весь Израиль поддерживал Азербайджан. Весь израильский народ поддерживал Азербайджан. Скажу вам, нет, дорогие наши еврейские братья. Но мы на это не обращали внимания. Как некоторые из вас это делают? Несправедливо это. Понимаете? Зачем вообще эти разговоры поднять? Идет конфликт, война. Есть люди, есть мнения разные. Но сам факт, один факт того, что больше азербайджанцев в знак благодарности поддерживает наших еврейских братьев, это достаточно. Официальная позиция, официальный Баку. Президент Азербайджан и так далее. Скажите мне, чем отличался и отличается позиция официального Тель-Авива от позиции мирового сообщества по Нагорно-Карабахскому вопросу? Чем отличался? Да ничем. Я еще о других странах не буду говорить. Возьмем самые такие проармянские страны. Например, Россия, Франция, официальная Москва, официальная Франция, Париж. Фразы, шаблоны дипломатии. Мы признаем территориальную целостность Азербайджана. Нагорный Карабах – это Азербайджан. Все эти годы такая позиция. Точно такая же позиция и у Израиля. Или какая-то другая позиция. Какая позиция у стран, 200 стран в ООН, такая же позиция у Израиля по Нагорно-Карабахскому конфликту. Официальная позиция имеется в виду. Знаете, официально, это политика, мы все прекрасно знаем. Они могут говорить одно, делать другое. Официально заявлять интересы страны. Отношения с этой стороны по какому-то конфликту официально объявлять так, а в деле совсем наоборот. Например, Россия, та же Франция, они официально заявляют так, а в деле совсем наоборот. И мы говорим об официальной части этого вопроса. Точно так же у Баку официальная позиция ничем не отличается от официальной позиции мирового сообщества. От официальной позиции по Израиля-Карабахстанскому конфликту от всех большинства стран, членов ООН и так далее и тому подобное. Или чем-то отличается? Почему должна отличаться? Мы что, супердержава, как Америка, чтобы иметь свое, сказать нам пофиг, там 200 стран мира, что думают, у нас такая позиция. Мы не Америка, а требовать с нас такое пойти против мирового сообщества. Зачем это делать, если мы друзья? Кстати, о друзей. Один из представителей еврейского народа, я не помню, что ты там написал, что я не понимаю эти слова, писал под его роликом. Он мне ответил, что чтобы понять, надо уметь дружить. Роман мне так написал. Чтобы понять, нужно уметь дружить. То есть, азербайджанцы, по мнению Романа, не умеют дружить. А умеющий Роман дружить насильно, я бы сказал, наглым образом требуют, что и официальный Паку, и азербайджанский народ пошел против и мирового сообщества, и против всего исламского мира. Друг так поступает? Возьмем для примера, например, Мышлима и Романа. Роман, например, еврей, который поддерживает Азербайджан. Роман – это Израиль. Поддерживает Азербайджан. Против кого он идет? Против какой силы? Сидит спокойно. Понимаете? И поддерживает Азербайджан. Никакое давление. Я не имею в виду, там несколько армян, которые бэ-бэ-бэ-бэ, и все, они везде всегда гавкают. На них никто внимания не обращает. Это единственное давление на Романа, как на еврея, может быть в его позиции. А Муслим? Роману-то легче. Он говорит то, что говорит о мировое сообщество. Карабах – это Азербайджан. Я признаю территориальную целостность Азербайджана. А Муслим должен выйти и сказать то, что не говорит о мировое сообщество. Это с одной стороны. И еще Муслим должен пойти против сотни миллионов мусульман. Миллиард. Муслим Азербайджан должен пойти против целой религии. Потому что в исламском мире это преподносится. Так это или нет, это не важно. Самое главное, как преподносится. Что вот евреи в Израиле ушумляют мусульмане и разрушают мечети. Это так преподносится. Мусульмане все это так воспринимают. И муслим выходит и говорит, ну и черт с ними, с этими мечетами. Мне пофиг, я иду против вас, я за еврейских братьев. Хотя азербайджанцы это делают. Но Роман потребует еще больше. И назвать себя другом. Мне пофиг, что с тобой будет. Поддерживай меня. Настоящий друг так не поступает. Понимаете? И очень многие евреи, наши братья, этого не понимают. И официальный Тель-Авив тоже это понимает. И официальный Тель-Авив, то есть Турция, Анкара, это тоже понимают по отношению Азербайджана. Там умные люди сидят. Умные. Я не уверен на сто процентов, что когда-то президент Израиля или чиновники официально что-то предъявят по этому поводу Азербайджана. Потому что они там понимают. Они все эти годы понимали Азербайджан. Азербайджан дружит и с Турцией, и с Израилем. И об этом знают в Израиле и в Турции. И они ничего не предъявляют. Они понимают. Понимаете? То есть я бы сказал нашим братьям, евреям, в этом вопросе вы поставьте себя на место азербайджанцев и сравните ситуацию. Себя в поддержке Азербайджана и азербайджанцев в поддержке Израиля. Сравните, какое давление на вас было в этом вопросе и какое огромнейшее давление на азербайджанцев. Вы идите, посмотрите, почитайте, как давят на азербайджанцев все мусульмане, другие народы. Какое давление на нас. Весь исламский мир. Но некоторым евреям этого мало. Это меня очень беспокоит. Это мне очень не нравится. Я не вижу тут чистую дружбу. Азербайджанцы пошли на очень многое, чтобы иметь хорошее отношение с Израилем. Они пошли против интересов Ирана, который десятки раз сильнее Азербайджана. Они пошли против интересов братской Турции. Они пошли против интересов некоторых мусульман, арабов, персов. Скажите мне, в дружбе с Азербайджаном против интересов каких сил вы пошли? По сравнению... Ну, не сравнить, ребята. Это нужно ценить. Я буду судить по себе. Вот по себе, если судить... Я, например, возьму того же романа, да, на Ютубе многие его знают, я поэтому его пример привожу. Ты выступаешь за Азербайджан и интересов за Азербайджан. Еще раз повторю, кроме нескольких неждиллахов, никаких на тебя там наездов, давлений и так далее. Я выступаю за наших еврейских братьев, мою позицию знают. На меня десятки раз больше давления, чем на тебе. Я как-нибудь, если хочешь, покажу свой ватсап, как всю мою семью, мою жену, мать грязно матерят. За тебя, брата, еврея. Понимаешь? Свои. Они какие-то армяне, которые тебя ругали, которые просто пофиг насрать на их какие-то ругания или мата. Они раша цена не имеют. Я не уверен, что поддерживает и Азербайджан евреи давили на тебя, ругали твою мать, всю твою семью. Да? Может, кто-то был недоволен, предъявлял что-то. Но я говорю о совсем других вещах. О давлении, о нагрузке, о степень давления. Такие моменты есть. Нужно уметь дружить. А если ты дружишь, то ты не имеешь право, если чисто дружишь, не имеешь право поставить своего друга перед выбором. Никогда. Наоборот, ты должен создавать такое условие, чтобы друг не остался перед выбором, в тупике, под давлением. Или я что-то неправильно говорю, или у меня совсем другой подход к таким вопросам. Возможно, я не знаю. Израиль поддерживал Азербайджан, Азербайджан поддерживает Израиль и дружит. Официальный Израиль объявлял свою позицию по всем международным правам. Официальный Баку по Нагорному Карабаху. Официальный Баку, позиция официальная Баку, тоже соответствует по международным правам. Все. Какие претензии? Что касается простых людей, народа. Как дружили, как дружим, как поддерживали друг друга, так и поддерживаем. Но нам стократно тяжело, чем вам. Моих азербайджанских братьев за это ругают другие мусульманы. Я что-то не видел, что какие-то другие евреи ругали тех евреев, которые поддерживали Азербайджан. Не нужно нас противопоставить против исламского мира, если конкретно говорить. И не нужно нас противопоставить против мирового сообщества. Зачем это делать? Или вам необходима такая азербайджанская поддержка, чем Азербайджан может вам помочь? Если бы была такая возможность, и Азербайджан не делал этого, и в военной сфере, и в разных площадках международных, или какой-нибудь рычаг в Азербайджан. Если бы Азербайджан этого не делал, это совсем другой вопрос. Это совсем другой вопрос. Азербайджанцы вас морально поддерживают. Знак благодарности. Не потому, что вы правы в этом конфликте, или не правы. Знак благодарности, что евреи были рядом с нами, в отличие от некоторых мусульман, которые сейчас, вдруг я первая часть об этом говорил, вдруг стали стынными мусульманами. И я говорю и говорю, на первом месте в отношениях между государствами и между народами это интересы, а не какая-то там религия или другие вопросы. Интересы. Интересы совпадают? Совпадают. Значит, есть отношения дружба. Не совпадает все. Ты хоть мусульманин, еврей или христианин, христианин. У тебя будет конфликт, если ты христианин и христианин, если мусульманин мусульманин, если еврей-еврей. Вот как на этой фотографии. У этих евреев совсем другие интересы. Совсем другие. Я забыл, как называется этих евреев. Они против Израиля идет. Они за палестинцев. С такими разбирайтесь сначала, как мы разбираемся своими внутренними врагами. Флаг Израиля под ногами самих еврей. То есть интересы какие-то. Какие-то вот другие мысли, мнения. Да? Не совпадают с Израилем. Они так делают. Точно так же, как и между народами. Объединяюсь. Между государствами. Поэтому в этом вопросе в вопросе полностью не согласен с несколькими нашими еврейскими братьями. И слава Аллаху, слава Богу, что большинство наших еврейских братьев так не думают. Как они, какие отношения были, так и есть. Что они делали? Сам у нас человек продолжает это делать и не обращает внимания некоторым либо популистам, либо я не знаю, кому еще. Не знаю, почему они это делают. Пишут. Да, их можно разделить тоже на две части, которые предъявляют какие-то претензии. Это популисты евреи и действительно люди, которые действительно как-то по-другому они думают и им обидно. Им кажется, что вот мы поддерживали азербайджанцев, а какие-то азербайджанцы нас не поддерживают. И обида. Но я думаю, они, если подумают немного, все станет на свои места. А те, которые вот другие свои интересы, очень жаль, что есть такие. Очень жаль. Поэтому, дорогие наши братья, евреи, прежде чем предъявлять какие-то претензии некоторым азербайджанцам по их позициям, сначала разберитесь с теми евреями, которые годами, десятилетиями ведут против Азербайджана грязную, подлую и пропаганду, и политику. Сначала с ним разберитесь, потом выходите на экраны и предъявляйте что-то именно к азербайджанцам. Потому что со стороны азербайджанцев никогда на таком уровне против еврейского народа не было ни грязи, ни подлости, ничего такого, что делают вот те евреи, о которых я говорю. И, знаете, придется нам иногда о них напоминать, чтобы действительно евреи об этом начали часто слушать. И прежде чем что-то предъявлять, подумали, черт возьми, у нас же тоже есть. А то мы никогда об этом не говорили, не предъявляли. И некоторые наши еврейские братья подумали, что до такой степени идеален, идеальный еврей по отношению к азербайджанцам, что вот что-то им не понравится, они имеют право выйти и предъявлять. Со всеми это не так. Не все так идеально. Что касается митингов, кстати, тоже такой претензий, что вот еврейские братья выходили на улице с флагом Азербайджана, поддерживали и так далее и тому подобное. Это правда, это было, за что мы, опять же, говорим постоянно, каждый день благодарили и благодарен и благодарны по сей час и будем благодарны за это, за такую поддержку. Но это делали евреи, 99% это делали евреи-азербайджанцы. Понимаете, евреи-азербайджанцы, они это делали за свою страну, за свою родину. У нас нету таких азербайджанцев, которые жили, родились в Израиле, потом переехали в какие-то страны или в Азербайджан, чтобы они точно так же поступали. Но это и такие моменты шепетильные нужно понимать. Или это тоже не так? Но это же ведь так? Я лично не видел, возможно были, но я не видел, что евреи, которые всю жизнь жили в Германии, в Америке, во Франции и так далее, они тоже выходили на улицы с флагами, поддерживали Азербайджан. Но я не видел, я видел только наших евреев, азербайджанских. Они за свою родину выходили. У нас таких азербайджанцев нету. Это во-первых. Во-вторых, так выходите, в Баку есть евреи, выходите. Кто вам запрещает? И выйдите, вместе с вами выйдут азербайджанцы сто процентов перед какими-то посольствами и так далее, с флагом Израиля, выходите, делайте это. А у нас же диктатура, чуть не забыл. Азербайджанцы тоже в Израиле выходили, их тоже арестовали. Сам Роман об этом показывал и бегал, помогал им. Да, по жалобам армян их арестовали только потому, что они митинговали в интересах Азербайджана. Это не диктатура, это уже демократия. Это демократия. А если в Азербайджане такое случится, это диктатура. И позиция, официальная позиция Баку, это диктует Турция, Эрдоган. Эрдоган. Поэтому в каких-то телеканалах Азербайджана что-то не нравится некоторым евреям, официальная позиция Баку, потому что Эрдоган диктует. А вот в некоторых телеканалах или СМИ антиазербайджанские пропаганды и позиции, интересно, кто диктует. А, это объясняется тем, что армянское лобби сильнее. Да нифига себе! Интересами Израиля типа армянское лобби что ли управляет. Ну, по логике так получается. Если на решение официальной Баку Эрдоган Анкара влияет, то почему в израильских СМИ телеканалах писали и говорили о не в интересах Азербайджана. Кто влияет? А это демократия опять, да? Демократия. Но никак не роль армянской лобби. Ну, тут-то хоть Турция, большая страна, Эрдоган, всемирный политик влияет, это можно понять? А там какие-то армяне лоббисты, армянская диаспора не сходится, да? Обидно слышать это, да? Азербайджан дружит с Израилем против интересов братской Турции, Иван Карин это понимает, с пониманием к этому относится. В Израиле тоже, я на это сто процентов уверен, знаю, к отношениям между Азербайджаном и Турцией, к отношениям между Азербайджаном с Ираном, с которыми Израиль конфликтует, тоже с пониманием относится. Еще раз говорю, там сидят умные люди, они входят в положение, прежде чем что-то предъявлять. Это мы тут, где-то в Ютубе, я не знаю, в социальных сетях считаем себя умнейшими политиками и экспертами, которые думают, да нифига себе, это не так. Кто мы такие, елки-палки? Там люди государствами управляют, понимаете, государствами управляют. Там сидят люди, которые управляют миллионами людьми. А у нас тут по тысяче, по десять тысяч подписчиков и так далее. Кто-то считает, слушает нас и ставит лайк и думает, нифига какой я умный. Я знаю больше, чем тех, которые управляют государствами. И они там неправильно делают. Ну, смешно, реально смешно. Я всегда так думаю, я никогда сериального, я вот так всегда думаю. Но есть люди, которые, они действительно считают себя как-то выше, намного выше, умнее и так далее и тому подобное. И думает, все, что я говорю, это правильно. Так и должно быть. Вот позиция Азербайджана, он неправильно делает. Президент Турции неправильно делает. Президент Израиля, ты вообще ничего неправильно делал и так далее. Если бы я, я бы вот сделал так, сказал бы так. Потому что у тебя ум на этом уровне. Ты так думаешь. А люди, которые управляют государствами, они совсем другого уровня ума. Расклада ума. И у них намного больше опыта в этом деле. А самое главное информации, информации по этим делам, по этим темам. Информации, которые нам недоступны. Об этом мы не знаем и говорим, что попало. Не всем, что попало. Зная хотя бы какую-нибудь из этих информации, нас бросило бы холодным потом. что черт возьми. А дело это совсем по-другому. Вот почему президент такой, этой или той страны, так сказал, так делает. Потому что там совсем другая информация, совсем другая позиция. Совсем другая. счастья, здоровья и мирного неба над головой. Стоп, стоп, пока всем.